Для медиков это прежде всего обмен опытом. Для посетителей возможность быстро пройти то или иное обследование или получить консультацию. В Иванове прошла 12-я выставка медицины и здоровья. Стенды лечебных учреждений осмотрел губернатор Станислав Воскресенский. Глава региона неоднократно подчеркивал, здравоохранение в приоритете. Нам предстоит такая спокойная, последовательная работа по настройке всей системы. Это маршрутизация пациентов, стандарты качества оказания услуг, стимулирование высокотехнологичной помощи, образовательные проекты. Я просто вижу, что все стараются. Я посмотрел, мы с вами с двумя врачами поговорили, все, каждый на своем посту, они стараются. Мы будем в этом обязательно помогать. На выставке порядка 40 организаций здравоохранения. Нужно преподнести себя и оказаться полезным. Онкологический диспансер проводит для женщин мастер-класс по самообследованию молочной железы. А по соседству проверяют щитовидную железу. И то и другое более чем актуально. По обследованию пациентов это на предмет новообразований области шеи. И в первую очередь, конечно, щитовидной железы. В этом отношении актуальность этого вопроса чрезвычайно высока. И если посмотреть у нас по приему как раз опухоли головы шеи в онкодиспансере, в день туда приходит порядка 70-80 человек. Поэтому мы именно это направление решили сегодня представить на выставке. 9 900 жителей Ивановской области являются носителями ВИЧ-инфекции. Это только выявленные случаи. На выставке уже не первый год. Всем желающим предлагают пройти экспресс-тест по слюне. Результат через 15 минут. Сегодня мы также видим молодежь. Нас это очень радует, что молодежь интересуется. И по молодежи у нас достаточно хорошие и интересные программы и результаты. Мы снизили первичную заболеваемость у молодежи с 23% до 1,5% за 3 года. То есть великолепные результаты. Это нас радует. НИИ «Материнство и детство» демонстрируют гостям мероприятия инкубаторы для недоношенных детей. Благодаря этому оборудованию крохи получают возможность выжить. За этими детками мы наблюдаем на протяжении первых трех лет жизни, следим за их здоровьем, реабилитируем, если есть необходимость. И понимаем, что дети выживают и становятся полноценными совершенно детьми. Выживаемость таких детей составляет больше 90%. То есть дети, рожденные до килограмма, самый тяжелый контингент детей, он выхаживается и излечивается на 95% практически. В целом же этот год Ливановского здравоохранения стал в некотором смысле беспрецедентным. 48 машин скорой помощи поступает в регион. А значит, качество услуг, пусть не во всех районах, но станет выше. Кроме того, на модернизацию и приобретение оборудования в больнице и поликлинике было выделено 900 миллионов рублей.